Добрый вечер. В эфире Омск ТВ разговор по существу. Под Новый год принято строить новые планы. Что ждет экономика Омска в следующем 2022 году, а также судьбу муниципальных предприятий, перспективы тепловой компании, комбината специальных услуг и будущих городских рынков. Обсудим сегодня. Гость студии, депутат городского совета, который курирует комитет по вопросам экономического развития. Виталий Путинцев, Виталий Петрович, добрый вечер. Добрый вечер. Виталий Петрович, вот смотрите, комитет, который вы курируете, был создан уже в середине работы городского совета нынешнего созыва. Чем вы занимаетесь и в каком состоянии находится экономика города? Ну вообще реально комитетом занимается Алексей Николаевич Провозин, как председатель комитета. Я как зам курирую работу, в том числе и этого комитета. И кураторство в этом плане не заключается в раздаче указаний, а в оказании помощи в организации работы комитета в некоторых подсказках, с учетом того, что я достаточно опытный депутат. Вы совершенно правы, это новая отрасль, о которой, как словами говорили большевики, она все-таки случилась. На экономику города Омска, безусловно, необходимо обращать больше внимания, чем это делалось до этого момента, особенно с учетом всех пандемийных мероприятий. Достаточно широкий круг вопросов, это инвестиционная деятельность в городе Омске, это и поддержка малого и среднего бизнеса, прежде всего, инвестиционная привлекательность города Омска. Вот эти все вопросы на комитете рассматриваются. Я бы сюда добавил еще, с учетом развития деятельности комитета и аналитическую деятельность, это то, что необходимо, прежде всего, истребовать, жестко скажу, истребовать с администрацией города Омска. Как пример, у нас есть генеральный план, у нас есть правила землепользования и застройки, необходимо проработать все это дело таким образом и выложить в ту же сеть для омских предпринимателей. Вот здесь нам нужны кафе, здесь нам нужны заправки, здесь нам нужны пельменные, рюмочные и так далее, чтобы люди уже не просто, так сказать, что-то изобретали, а приходили на готовые решения и инвестировали в наш родной город. Хорошо, все-таки давайте, в каком состоянии сейчас находится экономика города, особенно вы как раз упомянули пандемию коронавируса, и я так понимаю, что вся эта ситуация с QR-кодами и прочее, против которых так восстают представители бизнеса, она затягивается. Как это все отразится? Вы знаете, экономику города нам проще всего рассмотреть через городской бюджет. Предварительные итоги 2021 года, там и 2020, то что экономика, вернее, когда уже свирепствовал коронавирус, в этот период мы рассматривали меры поддержки предпринимателей, и они были эти меры. Предполагалось, что бюджет понесет достаточно серьезные потери в связи с этим, но, как выяснилось, бюджет даже был выполнен еще и с профицитом, причем с исполнением, с или с перевыполнением именно доходной части бюджета собственной, которая, как известно, состоит из налоговых и неналоговых доходов. Так вот эту часть мы даже перевыполнили, несмотря на поддержку малого и среднего бизнеса, которая, как я уже говорил, была недостаточно. Я считаю, что в следующий год мы должны будем на эту тему обратить особое внимание. И, как показывает уже опыт нашей пандемийной борьбы, на бюджет поддержка предпринимательства особо не влияет. И вот то, что касается QR-кодов, здесь трудно спорить с профессионалами в области санитарной защиты населения и вообще защиты населения. Я думаю, что мы эту тему должны пережить, но, еще раз говорю, вернуться к поддержке предпринимателей в связи с этими всеми противоковидными мероприятиями. Давайте, Винюшка, подробнее про поддержку предпринимателей, потому что, по последним данным, сейчас, после того, как ввели QR-коды, сразу же прибыль на 50% и больше процентов упала. Там люди уже чуть ли не о банкротстве говорят. На следующий год, во-первых, будет кого поддерживать после такой ситуации? И что вы предлагаете? Потому что вы сказали, что недостаточная поддержка была. Ну, несмотря на то, что я сказал о том, что бюджет практически не понес потери, а более того, даже увеличился, потери у нас есть. У меня более свежих данных нет, но на 1 января 2020 года у нас было порядка 49 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано в регионе 2020 года. На 1 января 2020 года. На 10 января 2021 года они сократились, соответственно, они состоят из ИП и юридических лиц. На 2% это ИП и на 5% юридические лица. То есть это говорит о том, что тенденция все-таки к выживаемости или к малой выживаемости ведет. А меры поддержки, они уже проработаны. Это те же самые субсидии на заработную плату, та же отсрочка налогов, тоже уменьшение арендных платежей, либо рассрочка его там дальнейшая. Я думаю, что это достаточно эффективные меры, надо только посмотреть, как их применять. А бюджета хватит на эти меры нового? Я не думаю, я даже практически уверен, что хватит. Потому что существует некая перестраховка чиновничьего аппарата. Справедливости ради, скажем, она существует и на федеральном уровне. В качестве примера, допустим, в бюджете 2021 года у нас заложена нефть по 42 доллара, если мне память не изменяет. Мы торгуемся по 85. На следующий федеральный бюджет у нас нефть заложена по 62 доллара. Торгуется, подчеркиваю, сейчас от 80 до 85. Это явная перестраховка. Что с этими деньгами делать понятно. Там существует бюджетное правило, фонд национального благосостояния и так далее. У нас та же самая ситуация. Ну, естественно, не в таких масштабах. Допустим, 15 миллионов мы заложили на реализацию программы приватизации. Причем цифра такая обтекаемая и она однозначно занижена. Уже из 15 на 70 реализовано. То есть вот та самая чиновничья перестраховка. Ну и плюс хорошая работа, как выполнили, перевыполнили и так далее. У нас идет достаточно хорошая доходная часть при проведении конкурсов. На сегодняшний день, по-моему, если мне память не изменяет, порядка 115 миллионов мы лишних наторговали. Это сэкономили, получается? Да, это получается сэкономили. Деньги остаются в бюджете, их надо расходовать. Вот сейчас мы вместе с директором департамента финансов эту тему предварительно обсудим. И получается так, что средства сэкономятся и необходимо администрации опять обращаться в городской совет, принимать решения по коррекции. Это каждые три чтения и так далее и тому подобное. Мы сейчас предполагаем совместно с администрацией, надо сказать, департамент финансов откликнулся некое бюджетное правило в процентном отношении. Сэкономили деньги на конкурсах, получили дополнительные деньги при реализации программы приватизации. 50% средств, допустим, на исполнение судебных решений. 2-3% буду бороться за 5% на поддержку предпринимательства, комфортная среда и так далее. Вот это мы сразу разложим. Сэкономили и сразу эти деньги понятно куда идут. И не надо будет 10 раз обращаться в городской совет, 3 чтения и так далее. Вот если мы это бюджетное правило проработаем, я думаю, это будет очень хорошо. И это будет работа экономического комитета, конечно. Вы вот чуть ранее сказали про план приватизации. Давайте об этом немножко подробнее поговорим. о муниципальных предприятиях. Очень много слухов входит о том, что все-таки пытаются их акционировать. Я сейчас говорю про тепловую компанию, про комбинат специальных услуг, ОМСК Электро. Но ведь у города главная функция, наверное, все-таки это поддержание жизнедеятельности города, у администрации, я имею в виду, и социальная функция. А если муниципальные предприятия, которые должны создавать комфорт за умеренные деньги для населения, будут переданы в частные руки, каким образом это может сказаться на жителях, наверное, прежде всего? Вы знаете, я предполагаю, что единого подхода здесь быть не должно. То, что государство, с учетом внесения изменения в 485-й федеральный закон, это о деятельности государственных и муниципальных предприятий, в законы о защите конкуренции, к 2025 году предполагают убрать вообще такие понятия, как муниципальные, государственные предприятия и так далее. Я всегда говорил, и это, в общем-то, небольшой секрет, что муниципальные или даже государственные предприятия менее эффективны в работе, чем частные предприятия. И не потому, что там работают плохие люди или коллективы, это в силу объективных причин. Прежде всего, если сравнить с малым бизнесом. Тот же налог на добавленную стоимость, те же увеличенные социальные выплаты по заработной плате, чего нет у индивидуальных предпринимателей, у малых предпринимателей. Они уже только из-за этого имеют экономические преференции. Поэтому муниципальным предприятиям трудно бороться на этом рынке, на конкурентном рынке. Если это рынок монополизированный, да, тут все понятно. Существуют регулирующие органы, защищайте тарифы и так далее. А так как наши муниципальные предприятия работают в условиях конкуренции, то тут надо, конечно, думать, как с ними работать. Особенно еще раз подчеркиваю, что к 2025 году все они должны прекратить существование. Самый простой путь это то, о чем вы сказали, акционирование. Это, кстати, тоже вид приватизации. Акционировали все, это акционерное общество, это акционерное общество и все. Они ушли из списка муниципальных предприятий и дальше работают. Они более свободны. Конечно, будут принять, прежде всего, экономических решений. Но, в принципе, суть-то никуда не денется в той же конкурентной среде. Более того, учредителями в любом случае будет в этом плане муниципалитет. И как учредитель, он и будет нести ответственность по всем этим решениям или по той ситуации, которая будет складываться. А это, прежде всего, субвенции, субсидии, как мы муниципальные транспортные предприятия финансируем. Ну и вообще транспортные предприятия, которые на рынке перевозок работают. Давайте рассмотрим, как пример, тот же самый Омск-Водоканал. На сегодняшний день у нас есть претензии к работе? У нас, у Амичей, претензии к работе? Мне кажется, все равно есть. Достаточно соцсети почитать, и там можно жалобы найти на работу Водоканала. У нас есть веерные отключения, у нас ветшает. Вы уже прямо так какие-то аварийные моменты берете. У нас нет аварийных моментов. Мы ничего не можем вспомнить. Самое последнее, что я помню, это на берегу Омки порвался. И то, по-моему, тепло было. Слушайте, ну качество услуг предоставляемых, оно же складывается или является не только его главным критерием, что отсутствие каких-то аварий и форс-мажорных обстоятельств. Качество услуг – это, прежде всего, хорошее качество услуг предоставляемых за вполне приемлемые деньги. А что у нас? У нас же, по большому счету, все Амичи жалуются. Главная жалоба – у нас растут цены, растут тарифы, а услуги-то в лучшем случае остаются на прежнем уровне. Рост цен – это то, о чем с вами можно будет еще поговорить дальше. Дело в том, что наш водоканал, наш водоканал – один из немногих водоканалов, у которого продукцию можно пить прямо из-под крана. Чего использовать? Продукцию можно использовать прямо из-под крана. Я знаю, что, допустим, нашему директору водоканала Сергею Николаевичу Шелесту, его коллеги говорят, ты что там картину гонишь, из-под крана воду пьешь? Я сам пью воду из-под крана. Даже минуя фильтры, которые существуют, потому что качество нашей воды действительно на самом высоком уровне. И опять же, что же имеет в этом плане город? Мы имеем арендную плату, в виде достаточно большой денежной суммы, и мы имеем производственную программу, которая по объемам равна той же самой арендной плате. Производственная программа идет как раз на ремонт, на развитие сетей, водоподачи, водоотведения и так далее. Вот оно, так сказать, конкретное решение. А что мы сегодня имеем с нашими муниципальными предприятиями? Ну, комбинат специальных услуг, давайте его уберем в сторону, там вообще отдельная законодательство, там очень надо нежно, так сказать, к этому вопросу подходить. Наши рынки. Рынки приходят к нам, говорят, дайте нам денег на капитальный ремонт. Дайте нам денег на капитальный ремонт. Ну, это же смех. А если мы их сдадим в аренду? У нас не будет этой головной боли. У нас будет контроль за использованием нашего имущества. И причем имущество останется муниципальным. Я подчеркиваю, муниципальным. И мы будем получать деньги, и у нас не будет болеть голова, как там делать и что делать. Очень много говорится о социальной направленности. Ну, какая социальная направленность? 20 бабушкам, 30 бабушкам дадим там места. Но как же предприниматели, как же фермеры? На самом деле тоже много жалоб, что не пускают на те же рынки муниципальные фермеров. Правильно. Потому что там идет вот эта чиновничья игра. Этого пущу, этого не пущу. Этот занес, этот не занес. А участника такого не будет. Вы посмотрите тот же Первомайский рынок, да? Как он развивается, как он движется вперед. Причем тот же департамент экономического развития предоставил информацию. По 12 городам, из них там практически все миллионники. Волгоград, из того, что я помню. Казань, Красноярск и так далее. Вообще нет муниципальных рынков. В Волгограде один остался, он в центре города находится. В остальных вообще нет муниципальных рынков. Я же предлагаю компромиссное решение не продавать. Давайте сдадим в аренду. При этом можно акционировать. Акционирование, да, это как раз тот метод ухода от 485-го закона. И мы получим акционерное общество, сдаем в аренду. Можно продавать. Причем продавать будет очень просто. Хотим весь рынок в 100% продали. Оставим контрольный пакет за собой, 49 продали. Оставим другой пакет, 51 продали. То есть вариации вообще во все темы возможны. Но не будет у нас, это же смех, не будет приходить предприятие и говорить, дайте нам денег на капитальный ремонт. С тепловой компанией история? С тепловой компанией тоже. История она очень тяжелая. И здесь тоже нужен исключительно индивидуальный подход. Но скорее всего действительно, эту тепловую компанию придется акционировать. А вот как действовать дальше, тут надо разбираться. Какие собираются депутаты на дне сохранять и мэрия? Все равно, потому что тепловая компания, по сути, это монополист на рынке. Ну, на нашем рынке это не самый главный монополист. У нас и другие, так сказать, есть, и теплоисточники и так далее. И достаточно много. Я бы вот в этой ситуации, единственное, что я точно знаю, в условиях рынка я бы не возводил монополию. Не собирал бы всех, кто есть, так сказать, в одну систему, а потом с ней как-то там бороться. Я бы все-таки некую конкурентную среду оставил. А дальше посмотрим. Вопросы сложные, наверняка, большая их часть все-таки перейдет уже на следующий год, на обсуждение, я так понимаю, в Горсовете. Да, на 70, безусловно. Опять же, чтобы был мэр. У нас сейчас есть одна маленькая проблема, у нас нет мэра. И выборы, я так понимаю, тоже затягиваются. Причина, может быть, откроете секрет, в чем состоит. И на ваш взгляд, все-таки, какой сейчас городоначальник Омску нужен? Вы знаете, ну, во-первых, есть много претензий к самой системе выборов мэра. Вот была выборность там и так далее. Я думаю, что надо все-таки посмотреть и поработать по этой системе. У нас была выборная система, да, давайте вспомним наших предыдущих мэров. И мое глубокое убеждение, что исключительно эффективно работал только наш последний мэр, который ушел на повышение, ушел в законодательную власть, Оксана Николаевна Фадина. Я считаю, что в этом плане опыт успешный. Конечно, можно сказать, были другие финансовые показатели. Больше сложности было в региональном бюджете, от которого мы большую подпитку имеем. Были большие проблемы в взаимопонимании губернатора и мэра. Но, тем не менее, вот последний опыт показал, что вот эти все моменты, они эффективно преодолевались. Именно вот при этой системе. Поэтому я бы призвал не торопиться. Давайте двух-трех мэров повыбираем вот таким способом и посмотрим, что получится. Пока, на мой взгляд, это достаточно эффективно. Теперь то, что касается мэра. Ну, ради хайпа-то у нас уже тут несколько человек, даже, по-моему, там уже полтора десятка записались. В первую очередь, я считаю, ради хайпа. Потому что достаточно полного комплекта документов люди не приложили и там доносят еще. Я считаю, что прежде всего это должен быть руководитель, разбирающийся в городском хозяйстве. Это первое. Ставящий интересы города, прежде всего, выше своих личных. Но немаловажно должно быть то, что этот человек, который будет способен собрать рабочую, хорошую команду. Из таких же преданных городу Омску людей. Если он придет сам, один без команды, то он, наверное, вряд ли что-то сделает. Вот. Именно поэтому здесь в этой работе и Губерсовет участвует. В этой работе участвуют представители губернатора Омской области. Я думаю, что вопрос будет решен. Такой человек будет найден. А в Омске есть такой человек уже? Есть. Но я вам его фамилию не назову. Хорошо. Давайте в заключение поговорим о приятном, о деньгах. В конце как раз ноября, в декабре главная задача городского совета будет принятие бюджета на 2022 год. Ну, по традиции он у нас уже, понятно, всем сказали, что он будет дефицитный. А есть какие-то принципиальные отличия от предыдущих бюджетов? Вот именно вот, которые будут на следующий год. На что намерены депутаты обратить прям внимание? Ну, вы знаете, особых, я вам честно скажу, особых принципиальных отличий нет. В любом случае, это не бюджет развития, все-таки, на мой взгляд. Для развития просто не хватает достаточных средств. Хотя, должен вам сказать, те же дороги, так сказать, тоже образование, медицина та же самая, они получают гораздо больше на сегодняшний день средств. И мы с вами это видим, своими глазами омичи. Более того, в кои-то веке, так сказать, ситуация у нас с дорогами и с благоустройством тех же самых дорог, с обслуживанием лучше, чем в Новосибирске, с которым нас всегда сравнивают. Более того, у меня товарищ недавно вернулся из Киева, ездил маму поздравлять с юбилеем. Он сказал, даже Киев бледненько смотрится по сравнению с Омском. Ну, вы сейчас прямо уж наговорите. Я за что купил, на то продал, как говорится. Да, ничего не наварился в этом плане. Поэтому, прежде всего, это, конечно, социальные обязательства, то, что мы должны... Немаловажную речь в этом бюджете играет, конечно, в субсидирование перевозок наших. Очень большая часть бюджета. И я думаю, я во всяком случае буду стараться, чтобы вот то бюджетное правило, о котором мы с вами говорили в начале, мы все-таки в осеннюю сессию приняли. А вот куда больше направлять будем, там, я думаю, будет некая битва, некая борьба, но бескровная. Спасибо вам большое. Спасибо. В студии Омск ТВ по существу об экономическом развитии города разговаривали с депутатом городского совета Виталием Путинцевым. Еще раз спасибо и до следующих эфиров. Продолжение следует...